У чекистов есть прием, который называется отвлечение внимания на негодный объект. В чем его суть? Вы сознательно отвлекаете противника ложной повесткой, усыпляя его бдительность, чтобы нанести неожиданный удар на другом участке информационного или военного фронта. Под ложной темой я имею ввиду болтовню о грядущем выходе Армении из УДКБ. Противник убалтывает нас, армян, сказками о том, что в Ереване якобы правит прозападное правительство, которое уходит в НАТО. Зачем? Логика здесь простая. Москва таким образом готовит почву для того, чтобы официально поддержать бакинских фашистов во время их вторжения в Сюник, которое может случиться в любой момент. Почему разговоры про ОДКБ – это ложная повестка? Судите сами. Так называемый Азербайджан не входит в ОДКБ, но получает полную военную и политическую поддержку России. Так называемый Азербайджан не входит в Евразийский экономический союз, но без всяких ограничений торгует с Россией. О чем это говорит? Это говорит о том, что Кремль поддерживает Баку без всякого участия Алиева в интеграционных объединениях. Причину, по которой Москва помогает бакинским фашистам захватить армянские земли, я указал в книге «Армянская мечта». Логика Кремля следующая. Чтобы оставаться на Южном Кавказе, Москва должна разделять коренные народы региона в союзе с пришлыми народами. Кремль вот уже 200 лет является главным оператором закавказских татар. Этого пришлого кочевого народа, с помощью которого армяне, коренной народ Кавказа и Ближнего Востока, остаются в разделении и теряют свои земли. Так что я предлагаю нечистым на руку пропагандистам поумерить свою риторику, когда они говорят о западном развороте Еревана и его предстоящем выходе из УДКБ. Вы, вероятно, забыли, как в декабре 2012 года Узбекистан вышел из УДКБ. И что потом? Как видите, небеса не рухнули. Никакой войны между Москвой и Ташкентом не было. Тихо и мирно разошлись в данном вопросе. Почему я об этом вспомнил? Я вспомнил к тому, что Армении не нужно быть в УДКБ, чтобы поддерживать стабильные отношения с Москвой. Если Кремль дружит с Алиевым и Мерзиёевым, которые даже не допускают мысли о вступлении в УДКБ, то почему армяне должны смущаться и кого-либо стесняться? Чем мы хуже остальных? Лично я давно призываю Ереван выйти из УДКБ, чтобы свободно сотрудничать с остальным миром в вопросах военного строительства. Давно пора. И вообще, дипломатия это не игра с нулевой суммой. Страны должны сотрудничать друг с другом только в тех сферах, где есть взаимный военный интерес. Наглядный пример. Грузия, которая не участвует в совместных с Российской Федерацией блоках. Но это не мешает грузинам расширять торговлю с Россией. Напомню, что по итогам 2023 года Россия находится на втором месте среди крупнейших торговых партнёров Грузии. А в 2022 году Россия и вовсе была главным торговым партнёром Грузии. В отличие от армянских властей, Табилиси понимает, что у Грузии не может быть совместных дел с Москвой в военной области. Потому что Россия делает ставку на Абхазию и Южную Осетию. Поэтому грузины, в свою очередь, делают ставку на торговлю, где их интересы с Россией совпадают. Это образец мудрой политики, на которую ереванские наместники просто не способны. Мы должны учиться у грузинского руководства сотрудничеству со всеми игроками. Грузия действует очень грамотно. Грузины получают оружие у стран НАТО. Параллельно с этим запускают безвизовый режим с Китаем и развивают торговлю с Россией. В итоге и овцы целы, и волки сыты. Почему у Грузии и так называемого Азербайджана получается сохранять баланс в отношениях с Кремлём, а у Армении не получается? Есть две причины. Во-первых, Баку и Тбилиси активно сотрудничают со странами НАТО, что вынуждает Москву считаться с интересами этих закавказских столиц. Во-вторых, Баку и Тбилиси научились сотрудничать с Москвой в тех областях, в которых им это выгодно. Что мешает армянскому руководству брать пример с Грузии? Мешает элементарная безграмотность и наличие иностранной агентуры на самом верху, в армянском правительстве. Чего только стоит один Пашинян. Он безграмотный демагог, которому не хватает смелости и элементарных знаний о международной политике. Не говоря уже о том, что Пашинян и его окружение, а также предыдущие власти Армении, связанные с Москвой, тесными узами, о которых я много раз говорил. Заниматься дипломатией – это не заказные кляузы в газетах писать. Здесь надо обладать интеллектом и волей. Ни того, ни другого у Пашиняна нет. Пашинян – патологический трус, который привык исполнять только обязательства перед Путиным, Эрдоганом и Алиевым. Но никак не перед армянским народом. Есть еще одна причина, по которой Армения должна покинуть ОДКБ. Эта причина имеет имя и фамилию. Александр Лукашенко. Недавно белорусский президент откровенно признал, что ОДКБ не поддержало Армению в войне с так называемым Азербайджаном из-за того, что среди стран-участниц организации есть немало мусульманских государств, как говорит Лукашенко. Я с пониманием отношусь к тому, что симпатии мусульманских стран могут быть на стороне Баку сугубо из-за вопроса вероисповедания. Хотя по этому поводу возникают большие сомнения, когда общаешься тет-а-тет, например, с иранцами или арабами. Но Лукашенко сказал куда более страшную вещь. Из его слов выходит, что христианские Россия и Белоруссия предали Армению из-за того, чтобы понравиться мусульманским странам-членам ОДКБ. Сам по себе такой тезис унижает христиан России и Белоруссии. Но Лукашенко это не смущает. Ему куда важнее дружба с богатым, как он сам его называет, бакинским режимом. Хотя уважение среди мусульман Казахстана, Узбекистана или Киргизии, власти Белоруссии и России себя явно не прибавили. Поскольку исламская доктрина построена на идее солидарности с единоверцами. Уважать Лукашенко за то, что он разменял своих единоверцев на деньги, мусульмане уж точно не станут. У них так не принято поступать. И вообще, у армян есть проблемы только с турецкими и бакинскими фашистами. С миром ислама у армян отношения веками складываются намного лучше, чем у всех остальных христианских народов. Так что не надо искать оправдания предательству. Христианин, предавший своего брата по вере, не имеет никаких оправданий. Братья и сестры, весь этот выпуск, который вы только что посмотрели, ставит своей целью не обвинять другие страны и народы в наших армянских бедах. Мы древний народ, который не имеет права так себя вести. Ведь так себя ведут только дети, у которых виноваты все, кроме них самих. Моя главная цель состоит в том, чтобы мы, армяне, искали причины наших проблем в наших собственных грехах. Чтобы мы исправлялись. Если мы хотим вернуть свои земли, которые не ограничиваются Арцахом на Востоке, то мы обязаны взять ответственность за нашу армянскую судьбу на самих себя. Наша армянская мечта невозможна без нашей армянской ответственности. Субтитры создавал DimaTorzok